Воу, реально кошмарный Фредди. Да как так? Я думал ты добрый. Всем приятных кошмаров, а меня по-прежнему зовут Павел Князич, и кошмары у нас будут не очень приятными, в буквальном смысле, потому что сегодня мы реально погрузимся в кошмары. В кошмары Майкла Афтона. Да-да, напиши в комментариях, что это кошмары Кэссиди или Криса, а по книге Плачущего Мальчика, то бишь Майкла Афтона или Плачущего Мальчика Де Кэссиди, да, это будет тяжелое видео. Но не без этого, у каждого, как говорится, свои кошмары. Но в данном случае нас волнуют аниматроники. Кошмарные аниматроники, которые существуют и как бы нет. Фантомы или реальные машины? Ночные кошмары или существующие монстры? Здесь-то мы и постараемся выяснить все. Один из таких кошмарных аниматроников это Фредди. Последняя инкарнация классического Мишки Федьки. На мой взгляд, это очень интересные персонажи, хотя для меня все интересные. Но мы в основном разбирали обычных аниматроников. А что значит кошмарные? Кто они такие? Откуда пришли? И прежде чем узнать, кто такой кошмарный Фредди, я предлагаю тебе обратиться к основному составу кошмарных аниматроников. Вообще, кошмарные аниматроники, исходя из своих названий, являются кошмарными версиями своих классических я. Это все те же наши старые знакомые из пиццерии, но в своем кошмарном облике. Несмотря на этот удивительный факт, они все-таки отличаются от своих оригиналов. У них массивные и сложные конструкции. Тонкие конечности с непропорциональными кистями. Головы их эндоскелетов похожи на человеческие черепа, с вытягивающейся мордой, с рядом острых клыков. Они выглядят сильно поврежденными и разорванными, в некоторых местах покрыты оборванными проводами. И наверное это самые страшные и жуткие версии аниматроников. И кто же мог создать такие милые мордочки, а главное нахрена? Чтобы пугать детей на хаоинском фестивале в пиццерии? Возможно, но нет, если бы. Их история намного сложнее, чем кажется. Их не просто называют кошмарными аниматрониками, потому что они выглядят так. Это ночные кошмары Майкла Афтона. У них нет никаких первоначальных функций развлекать детей, раздавать им мороженку. У них сразу же есть четко поставленная цель. Убивать. А убивать они будут тебя, в роли Майкла Афтона. И это что у нас называется, переработал в пиццерии. И да, его кошмары чередуются с его работой в пиццерии. Видимо, ему периодически приходится ночью ловить флэшбеки из 90-х, когда он работал в пиццерии Фредди Фазбера. Причем Майклу снится сон, что он является своим младшим братом, Кэссиди. Тот самый плачущий пацан, которого он со своими дружками засунули его во Фредбера, из-за чего Кэссиди погибает. Что же насчет кошмарных аниматроников? Являются ли они призраками старых аниматроников, как, например, Золотой Фредди? Но поскольку это классические роботы, наши старые ребята, которые никуда не пропадали из пиццерии, Фредди, Фокси, Чика, Бонни, это не призраки. Это монстры из снов, которые не являются реальными. Зато у них имеются настоящие прототипы. И с ними нам еще не раз придется столкнуться. Хотя есть там такой персонаж, как Плюштрап, вроде это миниатюрная версия Спрингтрапа, но нет. Прототипом Плюштрапа является игрушка пружинного Бонни в 80-х годах из семейной закусочной Фредбера. Фредбер здесь кста тоже есть, и он тоже кошмарный. В общем, все бабайки в сборе. Все кошмарные аниматроники появляются в четвертом ФНАФе. Они имеют фиксированные маршруты и поведение, однако с каждой ночью их агрессия растет, ввиду чего игра усложняется. Также в четвертой части есть хэллоуинское обновление. В меню дополнительно была добавлена новая опция. Испытание. Первое, это слепой режим, и в этом режиме игрок ничего не видит, даже время. Можно сказать, что ты слепой, и ориентируешься только на слух, и я не вижу ничего в этом смешного. Второе, это бешеный Фредди. На кровати все чаще появляются вот такие миленькие мишки. Третье, Фокси внутри. Уже в начале игры в шкафу появляется либо кошмарный Фокси, либо кошмарная Мангл. И, наконец, испытание. Весь кошмар. В данном режиме на любой ночи активен только кошмар или кошмарион. Думаю, в принципе, тебе понятно, ху из ху, но кто же такой кошмарный Фредди? По сути, главный персонаж, кому игра и посвящена. Но сам кошмарный Фредди выглядит крупнее оригинала, однако его внешний вид скорее напоминает старого Фредди из второй части. Такой же потрёпанный аниматроник с ужасным видом, как и остальные. Но свои дыры в теле он использует как оружие. Точнее, тех, кто там находится. Фредлы. В четвёртом ФНАФе они все собираются на кровати, и нужно их всех прогнать. Просто посвети на них фонариком, и они сдрыснут. Если же они долго будут задерживаться на твоей постельке, они призовут кошмарного Фредди, который уже тебя атакует. И блин, кто бы мог подумать, что у этого аниматроника будут свои прислужники? Кто бы вообще мог подумать, что у аниматроника будут свои мелкие аниматроники? Ну чика с кексом тут просто идёт нахрен, у Фредди свои дети есть. Так что запомни, если тебе снится кошмарный Фредди, бери с собой фонарик и свети на кровать. Обязательно это нужно делать, чтобы прогнать Фреддлов. Появление миньонов кошмарного Фёдора можно определить по негромким шумам. Всякие шорохи, чавкания, крестения, пердения, ну и так далее. Хоть этот зубастый рваный мишка и является кошмаром Майкла Афтона, он появляется и в других играх, так, например, как Ultimate Custom Night, и там принцип борьбы с кошмарным Фредди будет примерно таким же, только в офисе будут скапливаться Фреддлы. Ты так же им дуешь фонариком в глаза, чтобы кошмарный, великий и ужасный Фёдор на тебя не напал. Сделать это нужно до того, как появится пятый Фреддл. Если же он появится, то кошмарный Федя будет готов к атаке и произведёт её незамедлительно. Но только после того, как ты поднимешь монитор. Поэтому если заметишь пять Фреддлов, то не поднимай монитор, а свети им в глаза. Причём светить нужно до тех пор, пока они не исчезнут. Окончательно. Во Фнап Хелп Вонтин, где мы играем за Ванессу, кошмарный Федя появляется на уровне Коридор, где игроку необходимо пересечь долинный такой страшный коридор, наполненный монстрами. Как раз этими кошмарными аниматрониками. Во время ночной грозы, чтобы попасть в спальню. По мере продвижения по этому коридору будет появляться всё больше и больше антагонистов. Как уже понятно, последним из этих монстров окажется кошмарный Фредди. Он начнёт нас гонять сзади. Вместе с ним находятся и его миньоны, которые постоянно издают негромкие шорохи или звуки, оповещающие о приближении аниматроника. Чем ближе он к нам подберётся, тем громче станут издаваемые Фреддовыми звуки. В конце концов, если мы не успеем достигнуть заветной двери в комнату, прежде чем антагонист доберётся до нас, нам как-бзда. И на этом игра закончится. Мда, ещё никогда Федя не был таким страшным. Ты не ты, когда голоден. После этого кошмарный Фредди и остальные кошмары испаряются. И больше не появляются. Но стоп. Во ФНАФ Сектюр Тибрич есть же кошмарные аниматроники. Серьёзно? И на этот раз они уже не являются ночными комариками. Это реально существующие монстры, готовые тебя прикончить. Их можно встретить глубоко под землёй. Как раз ты их не пропустишь и столкнёшься с ними сразу. И разумеется, я говорю о Найт Марион ботах. Или о кошмарных ботах, которых ты, наверное, знаешь. В Мегапицеплексе есть боты, которые выполняют разные функции. Охранника, официантов, уборщиков, ну и так далее. Здесь эти боты примерно такие же, но под землёй. Какие-то из них они тоже тебе смотрят в глаза и палят другим аниматроникам, которые тебя уже ловят. Но есть и такие кошмарные боты, которые тебя убивают сразу. Хотя в основном они безобидны и вреда тебе никакого не причинят. Кроме того, что будут тебе палить другим. Но в этом подвале есть ямы, где есть скоп... Но в этом подвале есть ямы, где находится скопление всех этих ужасных кошмарных ботов. И они только ждут, когда ты туда провалишься. И вот тогда наступит полный капсдец, когда очередная рука, высунувшаяся из-под земли, схватит тебя и потащит под землю. Жуть. Эти кошмарные боты не являются какими-то секретными персонажами. Они появляются и в заставке. В одной из концовок, когда Ванни приказывает этим ублюдкам разорвать Фредди. Их господи, только представь, что они делали с Грегорой, если он упал к ним в яму. Это просто мурашки похожи, насколько это страшные боты. Они, конечно, не настолько ужасно выглядят, как кошмарный Фредди или другие кошмарные аниматроники, но эти пацаны хотя бы существуют. И мучить они нас будут не только в ночных кошмарах, но и в реальности убивать. Что до остальных кошмарных аниматроников, да и тем более до кошмарного Фредди, не могли же они просто так исчезнуть. Нет, все они появляются в персональном аду Уильяма Афтона в качестве демонов, воссозданных мстительным духом, чтобы мучить убийцу за его грехи. И роль мстительного духа отводится Кэссиди Афтону. Вообще, в персональном аду Уильяма Афтона появляется много кто, но, наверное, кошмарные аниматроники находят свой конец именно там. Они же всё-таки кошмары! Ну и, к счастью, или, к сожалению, никак не проявляются в дальнейшем. Кошмарный Фредди и остальные являются всего лишь плохим сном. Какой кошмарный аниматроник тебе понравился больше всего? Ну и хотел ли ты, чтобы они появились во ФНАФ Секьюрти Бридж? Напиши об этом в комментариях. Ну и не забывай подписываться на мой канал, если ты ещё не подписан. Нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу во Вконтакте Бункер Князича тоже подписывайся, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Ну и спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok